Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Сговора нет. В региональном Уфаса объяснили повышение цен на бензин естественными причинами. Ночной дозор в Рязани приступили к обновлению дорожной разметки. Легко и непринужденно победитель фестиваля «Небо России» Владимир Ермаков подвел итоги праздника специально для нас. Цены на топливо в Рязанской области выросли исключительно из-за изменений на рынке. Никакого сговора нет. Об этом сегодня заявили специалисты Уфас. В ведомстве подвели итоги за полугодие. Основные темы – сдерживание цен на товары, нарушения в сфере рекламного законодательства, проверки госзакупок. Необоснованного повышения цен на бензин в Рязанской области нет. Тот рост, что есть сейчас, в региональном Уфас называют незначительным и напоминает. Бензин – больная тема для всех. Здесь проверяющих хватает. В текущем периоде, в июле-в августе, Федеральная антинобойная служба направила к внешним производителям нефтепродуктов письма увеличение объемов продаж нефтепродуктов. По инициативе ФАС России правительство Российской Федерации утвердило нормативы продаж на биржах для того, чтобы не допустить дефицита нефтепродуктов, а насытить рынок нефтепродуктами и не допустить необоснованного увеличения цен в период ажиотажного спроса. Практика показывает, что минимальная цена, вот эта разница, торговая наценка, для того, чтобы предприятие более-менее функционировало, должно быть не менее 15%. Вот там где-то 12% это минимальный, а так 15%. Ну и, как правило, не более 25%. Это не установлено каким-либо законом или нормативным актом. Это цифры, которые возникли из нашего понимания экономической ситуации. Вот те хозяйствующие субъекты, которые работают на территории Рязанской области, они вот в этот интервал попадают. Прокомментировал Юрий Гребнев и претензии к региональному мусорному оператору, который в одном из случаев отказался выполнять свою работу. Был мусор строительный. Региональный оператор посчитал, что это мусор не имеет отношения к коммунальным отходам и отказался его вывозить в течение месяца. Вот такая ситуация. При рассмотрении данного дела, все-таки мы пришли к выводу, что это имеет отношение к твердым коммунальным отходам и не вывоз мусора является необоснованным. В сфере закупок за первые полугодия ФАС России зафиксировало удвоение роста количества жалоб обоснованными признаны 43%. Одни из самых распространенных нарушений – допуск к закупке участников, не имеющих соответствующего опыта, и отказ в допуске к участию без оснований. В Рязанской области такие случаи тоже были. На улицах Рязани подрядчики приступили к обновлению дорожной разметки. Правда, делают это они по ночам, чтобы не мешать общественной жизни города. Какие приоритеты у дорожных рабочих? Расскажем далее. Пока город спит, на улицах рисуют дорожную разметку. В Рязани одновременно работают четыре бригады, причем сразу на нескольких участках. Где-то автоматически, где-то вручную. Основные приоритеты – маршруты в школы и детские сады. Желто-белые зебры и лежачие полицейские в шахматных тонах теперь будут ярким напоминанием для водителей. Работы выполняются с применением износа стойких материалов, термопластика, а также холодный пластик. Особое внимание уделяем социальным объектам, школам. К первому сентября планируем все работы завершить. Остальные работы будут закончены до конца сентября. Общая сумма контракта – 25 миллионов рублей. Работы выполняем в основном в ночное время суток, чтобы не мешать людям. У школ и детских садов все работы завершат до 31 августа. На городских улицах обновят разметку до конца сентября. Кроме того, по муниципальным контрактам ее нанесут и на участках дорог, которые сегодня капитально ремонтируют. В Рязанской области по-прежнему сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Въезд в леса запрещен, за исключением случая, когда человек живет рядом. За нарушение требований – штраф. Сколько именно – далее в сюжете. По данным Минсельхоза, 9 из 10 лесных пожаров происходят по вине людей. Непотушенные окурки, мангалы с тлеющими углями, сжигание мусора после отдыха на природе – самые распространенные причины возгорания в зеленой зоне. С начала года зарегистрировано 1470 пожаров сухой травянистой растительности. Общей площадью – 3416 гектаров, а также 18 лесных пожаров. Постановлением правительства Рязанской области, с 31 марта на территории области определено начало пожароопасного сезона. Обращаю особое внимание, что данный период запрещено использование открытого огня. Это выжигание сухой травянистой растительности, выжигание мусора, также разведение костров. Сухая жаркая погода увеличивает риск возникновения лесных и ландшафтных пожаров. Именно поэтому лучше даже не пытаться приручить огненную стихию. И после отдыха на природе вблизи зеленой зоны никогда не оставлять тлеющими угли. Сейчас на территории области действует повышенный класс пожарной опасности. А это значит, что уже само нахождение в лесу вне закона. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях противопожарного режима, облечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей. На должностных лиц от 30 до 60 тысяч рублей. На лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 60 до 80 тысяч рублей. И на юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей. С начала пожароопасного сезона уже составлено 214 административных протоколов за нарушение мер пожароопасного режима. Почти четверть из них – это штрафы на общую сумму 347 тысяч рублей. Остальные же нарушители на первый раз отделались строгим предупреждением и легким испугом. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». С 1 сентября 2023 года в России заработает обновленный перечень неисправностей автомобилей, за которые запрещена их эксплуатация. Если водитель попадется в первый раз, получит штраф – 500 рублей. Инспектор может выписать предписание об устранении этих неисправностей. И если водитель их не выполнит, то грозит арест на 15 суток. Об этих и других изменениях далее в сюжете. Начнем с сезонной резины. А точнее, с несезонной. С сентября в силу вступит запрет на эксплуатацию авто летом на шиповках. Оправдывают это, дескать, сохранением асфальтового покрытия. Что примечательно, после штрафа езду продолжать можно. Правда, платно. За несезонную резину может штрафовать каждый следующий инспектор. Считается, что это будет стимулировать водителя исправить недочет. Зимой же штраф можно получить за, например, три шипованных колеса из четырех. То есть, к тому, что приводит к разной степени сцепления с дорогой. С сентября можно получить штраф за видеорегистратор. В списке изменений появился пункт о том, что установка дополнительных предметов или нанесение покрытия, ограничивающая обзорность с места водителя запрещена. Исключение это зеркала заднего вида, детали стеклоочистителей, радиоантенны, нагревательные элементы, устройство размораживания и осушение ветрового стекла. А вот под запрет попадают и видеорегистраторы, и крепления для сотовых телефонов. Но только в том случае, если они мешают обзору. Эксперты, однако, считают, что все будет зависеть от инспектора. Если он посчитает, что предмет мешает обзору, то выпишет штраф. Сумма, кстати, не то чтобы большая. 500 рублей. Потому водители советуют теперь крепить гаджеты на панель. За неисправную систему АБС теперь тоже можно получить штраф. Выявлять ее предлагается с помощью проверки светового индикатора на панели приборов автомобиля. Автопроизводители, в свою очередь, подчеркивают, что норма эта не затронет упрощенные модели, которые выпускали без этой самой АБС. Юристы считают, что нормы эти коснутся в первую очередь пассажирского и грузового транспорта. Их инспекторы проверяют с помощью специального оборудования. Глобальные изменения ждут таксистов. В каждом регионе создадут три информресурса. Реестр перевозчиков, реестр такси и реестр служб заказа такси. В первом, например, будет указано в том числе сведения об электронном разрешении на перевозку. Второй объединит данные о транспортном средстве и их владельцах. Его разместят на своем сайте. И теперь заказ разрешат взять таксисту только в том случае, если сведения в реестре есть. Следующий пункт – запрет к управлению такси. Под него водитель попадет в том случае, если у него за день до перевозки есть три неоплаченных штрафа за нарушение ПДД. Другое условие звучит куда интереснее. Если водитель не прошел аттестацию на знание того, где в регионе находятся объекты транспортной инфраструктуры, культурного наследия и спорта, медицинские и образовательные организации и так далее. Ну и, наконец, управлять машиной он не сможет, если его повторно лишили прав или арестовали за административные нарушения в сфере дорожного движения. Фестиваль Неба России завершился победой рязанского пилота Владимира Ермакова. Владимир наследственный воздухоплаватель. Фестиваль Неба России когда-то придумал и организовал его дедушка Лев Маврин. А сегодня дело продолжает дядя Александр Маврин. Об итогах фестиваля 2023 года наш следующий материал. Эта победа стала первой победой в родных пенатах для рязанского спортсмена Владимира Ермакова. Дело в опыте, подготовке и хотя помимо соревнований Владимир занимался еще и организационными моментами, победа по его признанию далась ему легко. У меня прошла тренировка плодотворная на чемпионате России в Великих Лугах до этого. Я считаю, что я подошел в этом году очень ответственно и готов был максимально. Но все равно спорт был не основной задачей моей, поэтому он пролетел не у меня, пока я занимался другими делами. 90% заданий это кресты, физические мишени, а по крестам у меня всегда был очень хороший результат. Поэтому, может быть, так просто все непринужденно прошло и я выиграл. Новые районы, интересный рельеф. Для участников соревнований в этом году организаторы приготовили маршруты в тех местах, где массовые шары никогда не летали. Многие жители деревень воспринимали это, как всегда, с восторгом и не зная, что больше радовался. То ли ты, что летишь, то ли те, которые находятся на земле и видят то, что летит над ним шар. Все же, получается, по Михайловской трассе направление сделали три полета. В основном использовали Куйбышевскую и Спасские районы, замечательный Акой. Вот, с кошенными лугами заливными. И уже кое-где начали косить и сельскохозяйственные все угодья. Там тоже мы могли приземляться. И едва завершился фестиваль, уже пора думать о следующем. Подготовка к небу России 2024 начинается прямо сейчас. Намечено сейчас подать заявку на проведение очередного рейтингово-спортивного мероприятия. Вот, пригласить уже 30-35 шаров. Соответственно, инфраструктуру развить и уже сейчас начать переговоры с местными санаториями и базами отдыха. Так, чтобы на август мы могли разместить одновременно в одном месте или в радиусе 5 километров друг от друга минимум 250 человек. Вот, это основная задача, которая есть сейчас. Ну и параллельно с этим обеспечить рядом выездную газовую заправку. Так, чтобы комфорт пилотов обеспечивал еще большую безопасность и режим отдыха. Дело Льва Борисовича Маврина, который придумал фестиваль в далеком 1990-м. И все эти годы был душой, идейным вдохновителем неба России, а также превратил Рязань в столицу воздухоплавания, продолжается, живет и будет развиваться. Ведь оно в надежных руках его сына Александра и внука Владимира. Мне кажется, с четырех. Я не помню точно, сколько мне было лет, но мой дедушка начал летать до моего рождения. Соответственно, я, можно сказать, родился в Корзине. Есть куда стремиться. Да, кубок уже мой, дальше осталось выиграть чемпионат России, потом можно съездить победить на Европе, на мире, ну и, конечно же, потом галактику завоевать. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова